В жопу интро, приступим. И всем привет. У микрофона снова самый сексуальный ведущий. Мы продолжаем проходить тени бани, а точнее сайчиков. Если по-русски так. Книга это духовное завещание одному поколению другому. Не понял ничего. Герцен какой-то, ладно. Классная работа так. Шопорная учительница смирила меня раздраженным взглядом поверх очков. Я новенький. Мне вот сказали к вам подойти. Да ладно. Заснеженная лестница, тропинка велась перед глазами. Вовсе не хищно, а умиротворенно. Шуршали сосны. Она откнулась носом в журнал и пролистала страницы. А фамилия-то как? Пиздоболов. Петров. Ну почти угадал. Громче говори. Пиздоболов. Чего мямляшь? Вот именно. Мямля. Петров. Я б нахуй послал. Нет такого. Лох. Она долго и тяжело смотрела на меня, точно пытаясь уличить в обмане. Хотелось просочиться сквозь линолеум. Слева наблюдали размытые лица. Класс дышал, фыркал единым организмом, как опасный зверь. Ты не ошибся? Нет, блядь, заблудился. Нет такого в списке. Да не пизде. Преподавательски дружали колени. Кружилась голова. Предательски, тьфу, блин. Я сжал кулак так, что костяшки побелели. Мне сказали, 204 кабинет, Лилия Павловна, 6-й В. Кажется, класс принял мои слова за подобие шутки. И разразился хохотом. Что за бардак? Ну, пиздюки. Шум резко стих. Хуя на грозное. Класс припрятал с мешки для более удобного момента. Понаберут студентов. Я школьник, дура. Только знает, что губяки свои малевать. А я разгребай, значит? Вот именно. А бумаги-то кто заполнять будет? Не первый раз ведь уже. Да все похуй. Подожди здесь. Сейчас. Сейчас я им устрою. Не пизди. Учительница пронеслась мимо. Злобно-морбоча. А я остался один посреди класса. Будто приговоренный к расстрелу вперед в строя. Автоматчиков я потупился, чувствуя на себе глумлимые взгляды. Они трогали, щипали, скользили по коже лазерными прицелами. Вау. Вновь представил, как бегу далеко-далеко отсюда. Наперекол к холодному ветру. Взм-взмываю над сосновым... Чего? Над сосновым... Блядь, сосновыми в прыжке. И никого нет вокруг. Только попутный ветер. В глазах... В глазах одноклассников читался не мой вопрос. Это новенький... Он наш или он жирак? Кто-то что-то еле процедил. И по кабинету прокатился сдавленный смех. Доску вытри! Пошел нахуй. Легко было понять, кто тут главный юморист. Эй, очкарик! Эй, прыщавый! Ты чё? Не только слепой, но еще и глухой? Пошел нахуй. Доску вытри, говорю! А тебе говорю, пошел нахуй. Теперь тряслись не только колени. Все тело било мелкой дрожью. И я молился, чтобы учительница вернулась поскорее. Высшие силы услышали мои просьбы. Хуя себе. Ну что мне с тобой делать-то? Опять поставить автоматом. Куда сажать, а? Только не в тюрьму. Давай-ка сядь, наверное, с Семеном. А нахуй с этим шмошником? Он все равно один. Ну, тут свой шмошник. Еще чего? Ой, заткнись. Толстяк демонстративно Водрузил рюкзак на соседний стул. Почесал брюхо и хухмахнулся. Ты опять за старая? Снова бабушку в школу вызывать? Лох, подкаблучник. Тьфу на него. Класс притих. А че нам не сделает? Пиздюлей даст. Не она, так я тебе сделаю. А, ты тоже можешь пиздюлей дать? Рюкзак убрал быстро. Понял, подкаблучник. Семен не шелохнулся. Со скучающим видом он принялся рассматривать портреты писателей на стене. Нужно было что-то делать. Как-то выкручиваться, спасать положение. Я. Головка отца, знаешь, чего? Я прочистил горло и продолжал сдавлено мне своим голосом. Я могу за последнюю парту сесть. Вы лошара, не Антон. Там кажется свободно. Да ладно. Давай пизды ему дадим. Там наша парта будет. Пусть она в последнюю парту садится. Учительница громко насопела. Посмотрела на меня, на Семена. Затем снова на меня. Садись пока туда. А с тобой, Бабурин, мы еще поговорим. Бабурин. Чтобы подошел после уроков. Будешь по классу дежурить, ясно? Семен криво улыбнулся. Сочные прыщи зрели на кончике его носа. Я пошел. До одури, боясь поткнуться и стать причиной нового всплеска веселья. Сел сзади, за самую последнюю парту, на которой грудой валялись старые плакаты. Место для изгоев. Заняты. Можно приступать. В смысле места для изгоев? По-моему, на задних партах все остаются самые крутые. Вот и хорошо. Начнем урок. Да ладно. Тема. Традиции русской и мировой литературы в рассказе Зощенко «Не надо врать». Толстяк обернулся ко мне. Взгляд его сулил долгие дни, недели, месяцы, издевок и тычков. Я тебя запомнил. Говорили. Эти водянистые глаза. Так забудет нахуй. Хмуту нужен. Уже пару уроков спустя я увидел в своей тетради растекавшись амебой желтоватый плевок. Ты чё, сука, охренелся? Тебе чё, жизнь надоела? Позже в столовой Семен вроде бы случайно облил меня компотом. Но компот мы все знаем, что такое так. А выходя из туалета, он так тряхнул мокрыми руками, что морозь попала мне в лицо. Перед последним уроком Семен вдруг толкнул меня в толпу воркующих одноклассниц. А пожамкать? Повезло пацану, фартануло. Не, я бы ещё пожамкал. Они с руганью раступились. А я не удержавшись, ткнулся лицом в грудь той важной девочки, которую раньше приняли за старосту. Который раньше принял за старосту. Это не так должно быть. Это не, ай, должно быть, должно быть. Ай. Ладно, пропустим. Я тут же отрепнулся. Сгорая от студа. Надо было ещё пощупать. Прости, ты в порядке? Прости, ты в порядке? Фу, блин. Да ей понравилось, понравилось по лицу, видно. Видишь, мало было. Недовольная. Неожиданно она подпочинилась. Нет, ну вы посмотрите на него. Облапал меня прямо у всех на глазах. И чё с этого? Я сейчас всё маме расскажу. Ну иди скажи. Тебя из школы выгонит извращенец. За такую дуру они выгоняют. В её глазах было какое-то садистское веселье, словно во взгляде ребёнка, подносящего горящую спичку к беззащитному майскому жуку. Я же говорю, ей понравилось. Я нечаянно. Меня толкнули. Все видели. Слепых среди нас нет. А вдруг есть? Или ты намекаешь на то, что у него очки? Так. Она уставилась на мои очки и радостно... Ага. Осклобилась, сучка. Ярость скипела в груди, но того Семёна охладил мой пыл. Талкнули? Чё, правда? Не, неправда. Он подошёл вальяжно, окутывая запахом семечек и гнилых зубов, а затем резко сбил меня с ног. Вот так, да? И чё ты сделаешь? Выебуй шас. Хулиган нависал надо мной. Всем своим видом, как бы говоря. Ну же, давай, ударь меня, попробуй. Стерпеть? До сих пор... Да пизды ему сразу нужно дать. Слушай, ты... В горле пересохло, губы не слушалось, и голос мой походил скорее на сдавленный писк. Семён издевательски улыбнулся, давай, продолжай, очкарик. Вот ты, сучка. Чё, прямок-то? Нам всем очень интересно, если ещё хоть раз меня тронешь. Семён медленно отопырил палец и ткнул меня в лоб. Натронул, и чё? Пизда тебе, прыщавый. Ещё хоть раз! Тронул! А вот ещё. И ещё! И ещё! И ещё! Он тыкал пальцем с такой силой, что моя голова отлетала назад. Только бы не расплакаться, иначе труба. Чё ты мне сделаешь, мямля? Ах ты, сучка! В глазах помутилась. Я рванулся вперёд, так что подошвы отклеились от пола и махнул наугад кулаком. Вот это красиво было. Левый коронный, правый похоронный. Картина, открывшаяся моему взору, была прекрасной и ужасной одновременно. Чё, расплачешься? Семён держался за ушибленное ухо и изумлённо моргал. Беги, плачь, беги к мамочке. Беги, жалуйся в учительницах. Тьфу на тебя. Неужели я был первым, кто взбунтовал против его абсолютной власти? Надо было бежать на меня. Обступили ей водружки. Лилия Павловна! Лилия Павловна! Петров Бабурину ударил! Он этого заслужил, он сам начал. Щёки Семёна стали ещё краснее, а прыщи побелели, словно головки личинок. Но на купах промелькнула ухмылка, замеченная лишь мною. в этом стане врага. Он подошёл вплотную, обдал грязной вонью тебе пиздец поби-пиздатика из города. Голос у него был злым и опасным. Точно кастрюля с пырлящим шыром, с которой сорвало крышку так. Я ждал удара, считал точки толчки сердца, и гадал, куда угодит кулак. Солнечное сплетение в челюсть, в нос, а он просто развернулся и ушёл. Мысль холодная, трезвая, удивительно спокойная, вспыхнула в голове. Сегодня меня убьют. Да, абсолютно спокойные мысли, каждый так думает с утра. Как раз вспоминает, что домашку не сделал. После занятия я специально задержался подольше, в коридоре, чтобы не идти вместе со всеми. Семён не появился на последнем уроке, и это вселяло надежду. Вдруг он решил избежать дежурства и смотался домой, забыв обо мне. Как смертик, узнавший, что казнь откладывается на день, я облегчённо вздохнул. Он не позволил себя забыть. Иготон, мстительный взгляд и на электризованную пугающую ухмылку. Пока школьники с шумом, смехом расходились по домам, я встал у окна, сидел, сделал вид, что перебираю учебники. Я напряжённо всматривался в окно, во дворе и на участке у школьных ворот Семёна не было. Я не очень-то верил в такое везение. Так что решил перестраховаться и немного поторопился в стремительной поступке в пустеющем коридоре. шум ушёл на первый этаж. Из кабинета биологии выглядывал скелет, которому какой-то шутник натянул на голову кепку с американским кондором. Что такое кондор? За дверями туалетов журчала вода. Я остался один. В целой школе. Не один. Пришла внезапная мысль. Я вспомнил о пропавшем мальчике. Его портрете. Его портрет... Блядь. Его пор... Его портрет сейчас висел на доске у расписания. Вспомнил, что он улыбается. И что он смотрит на меня. И что он, скорее всего, уже мёртв. Ты чебанулся? Я взроднул и обернулся. Ну, какие ножки. Секси. Сначала мой взгляд уперся в чёрный футляр для скрипки. Потом я заметил, что его держит девочка из моего класса. Ой, какая красавица. Сейчас мы замутим. Будет у нас шпильвиль. Так. На уроках она сидела за первой партой второго ряда. Несколько раз я ловил на себе её взгляд. Отличница, значит. И сама укратко смотр... И сам укратко смотрел на неё. Просто иногда приятно посмотреть на что-то красивое. На ручей. Небо. Или на девочку, которая не гогочит со всем хором. Нашу тачками Семёна. Не перешёптывается с Катей. Поливая грязью одноклассниц. Во! Вот это вот. Вот это вот идеальная. Идеальная, идеальная как она называется? Превьюшка будет сейчас. Делаем вот так вот фото. Всё вроде бы предскринт сделался. Сейчас продолжим. Так. Не перешёптываясь с Катей. Поливая грязью одноклассниц. Все перемены она проводила так же, как и я. Оставалась в классе. Либо глядела в окно. Либо рисовала что-то в зелёном блокноте. Здравствуй. Халло, Манига. Я покраснел и притворился, что рассматриваю узор на дощатом полу. круто. Ты ему врезал. Это вышло случайно. Почти. Почти. Я почти случайно. Чё ты сказал бы, я Мак Тайсон ебты. Я стал рассеянно складывать учебники в рюкзак, чтобы хоть чем-то себя занять. Вроде Семён раньше таким не был. А каким он был и что его изменило? Он к нам недавно перевёлся? Бабушка мне его по секрету сказала, что он словно взбесился. Отчего? Семёна даже старшеклассники побаиваются. Представляешь? Блин. Короче, будем авторитетом в этом школе. А ты вот молодец. Я знаю, я такой. Не струсил? Угу. Я замычал. Ага, конечно. Нашла смельчака. Герой. Что же, полчаса торчит у окна, лишь бы ему по шапке не дали. Девочка смотрела на меня чистым, внимательными глазами. А ты за рекой живёшь? Вроде бы. В том деревянном доме? А ты откуда знаешь? Ну да. Там, наверное, страшно. Ебать, пиздец, как страшно. Ты даже не представляешь. Да ещё через лес идти. Конечно. Вообще, я обожаю. Грибочки собираю по пути. Я бы так не смогла. Упоминания о лесе заставили меня повёжиться. Я подумал о переплётах, о переплётных ветках, о змеящейся тропинке, о бесконечной темноте, что разрасталось, как лишайник среди косых деревьев. И выдал самую настоящую ложь. Вот так уж стало страшно. А что тебя так пугает? Немного помолчав, она вдруг улыбнулась. Словно смахнула на вождение. Да так. Ничего. Меня, кстати, Полина зовут. Ага. А меня Антон. Ну, это я знаю. Откуда? Слушай, Антон. Полина замялась. Будто решая, стоит ли продолжать или нет. А что ты делаешь после школы? Удрочу по деревам. Вот её невинного вопроса кульнуло в груди. Ну, как-то по-особенному приятно. Ничего такого. Да, да, да. Ничего такого. Идём с лисой за школу. Я запнулся. Не закончив фразу. Чё, 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 чё происходит? Хлопья летят наверх. Опа-на. Ага. Перед глазами мелькнула хищная улыбка на маске Алисы. Её насмешливые глаза в прорезях маски, которые я, скорее всего, сам себе придумал. Неужели эта девочка лисица и правда ждёт меня после школы? Или это была её очередная странная шутка? Интересно, прячет ли она большой рыжий хвост под своей шубкой? Ага. С пробочкой, знаешь, такой. От этой мысли я вдруг покрылся мелкой испариной, как после нормативов по физкультуре. Захотелось принять душ, словно сами размышления. А лисички делали меня грязным. Пачкали, сбивали с дороги и уводили в объятия леса. У меня сейчас занятие скрипка, а потом я свободна. Ага, потом у собой шпиливили будем делать. Дедушка мне репетитора нанял. О, круто. Наш учитель музыки, он же скрипач. А здесь в посёлке ему некому преподавать. Везёт, везёт. Она махнула в воздухе свободной рукой, имитируя движения смычка по скрипке и струнам. Я почти услышал музыку, а лису я выбросил из головы, смотрел на губы Полина, ловя каждое слово и замирая от непривычных ощущений. Они были тёплыми, согревающими, а ещё щекотными. И казалось, что я маленький, а чувства очень большие им теса внутри. Тут говорят, что у нас в посёлке маньяк завёлся. Ты чё, на меня не намекаешь или чё? Раньше со школы меня всегда дедушка забирал, но в последнее время ему не здоровится. Годишь, нахрен, я сам буду думать. Я бросил беглый взгляд на фотографию Вовы. Глаза в колодце изучали меня. Рот был, словно бы, напоминал на бумажный чёрный твою душу. И как портрет на могильной плите. Ты не подумай, я не трусишка, просто... Просто что? Просто мне кажется, что с тобой будет безопаснее. Да-да-да, пока мне будут насиловать, ты сбежишь. Антон, ты сможешь проводить меня до дома? Руки есть, ноги есть, вот и пиздуй сама. Вот оно, наконец, всё, о чём я читал этим летом в приключенческих романов, о чём тайно грезил, начинало просачиваться в мою жизнь. Таинственные преступления, прекрасная незнакомка и героическая дуэль. Мысли о Семёна моментально отрезали, отрезвили, вернули на землю. И почва под ногами зашаталась, как палуба корабля. Только бы сейчас не упасть грязью в лицо перед Полиной. Ведь сколько бы я не храбрился, было очевидно и мне, и ей. Выставить в драке против такого амбала мне не под силу. И если он инокаутирует меня, это не самое страшное. Страшно, что это увидит Полина. Засмеётся. Со всеми остальными. Нет, нужно избавить свидетелей от моего позора. Сегодня вряд ли получится. Ты же знаешь, Семён скорее всего караулит на школьном дворе. Лучше мне с ним разобраться лично, по-мужски. Хм, глупости какие. Полина отбросила чёлку с лба. И до меня донёсся едва уловимый аромат ежевики. Ежевичка. Полина была водой. Которую хотелось попить. Глотаешь. Жадно. А жажда всё не уталяется. Я вспомнил летние вечера на даче. Редкий дым костра. Свисающие из-за ограды. Соседскую ягоду. И мягкий ковёр. Сосновых иголок. Под подошвой. Редкие безмятежные дни, когда я чувствовал себя в безопасности. Мама отдыхает в гамаке. Отец нанизывает мясо на шампуры. Мог ли я при желании различить в треске углей смехи родителей? Запахи с скорочного июля. Намёк на будущую катастрофу. Видел ли я, как хрупкий и ненадёжен тот мир? Думаешь, этот дикарь будет честно драться? Со своими дружками набросятся всем скопом. Опомниться даже не дадут. Но всех дружков его положили левой, правой. Ежи, чё, типа, только толпой встретить могут держать. Чё, подумаешь. Кошмот ей, ежи. Идите сюда, безумие на всех хватит. Любого ценить. Цик-цик, спать сделаю, ежи. Но если мы пойдём вместе, это их ошарашит. Да-да-да. Они будут пинать сильнее, чтобы показать, какие они крутые. Я же не только первая скрипка на деревне. Я ведь ещё и девочка. Да ну нахуй. Я думал, ты транс. Слышала от знакомого хулигана, что он никогда не нападает на кого-то в присутствии девушки. Пиздобол. Представляешь, у них кодекс чести такой. Да-да-да. Знакомый хулиган? Хулиган? Забеспокоился я. Лучше ли он Семёна? Симпатичнее. Ой, мне на музыку пора. Сука, что ж так громко? Она сделала пару шагов и остановилась. Удивительно. Полина совсем не похожа на тех красоток журнальных постеров. Или на актрис из кинофильмов. Но в стене, но в свете потрескивающейся лампы она была притягательнее всех. А ты играешь на чём-нибудь? Да, на нервах. Два года назад мне купили гитару. Я живо вспомнил свои жалкие попытки научиться мусицировать. Ам, ем, перемен. Мы ждём перемен. Песня Цоя точно ложилась на мои мысли и на желание изменить хоть что-то. Та гитара запропастилась куда-то, словно напрочь отказалась переезжать в старый дом у леса. Наверное, родители отдали инструмент кому-то, кому она нужнее. Чувы, не играй. Жалко. Жалко у попки в чёлке. Ну ладно, я побежала. Беги. Пока. Адьё, самиго. Крик девочки подхватило глухое эхо. Туфли застучали по школьному коридору. Уже поздно, дебил. Не уверен, услышала ли Полина. Я снова посмотрел в окно. Школьный двор упустил. Столько пара ребят из младших классов кидали друг в друг друга снежки. Никакого похожего на грузного Семёна с его компанией не было видно. Это вселяло надежду. Что же делать? Полина могла бы стать моим другом первым на новом месте. И потом ей и впрямую могла угрожать встречу с маньяком. А тут я, защитник-рыцарь. И что ты против маньяка сделаешь? Закроешь её с собой. И пускай последний внутренний голос подвергал сомнению и шептал о побеге подальше от убийцы. От разкающихся по ночам лесополосам маньяков. Полина стоила риска. Но и рыжая плутовка манила тайно. Обещала помочь найти Вову. А за этим следует награда. Много денег. Почти гарантия мира в семье. Подарки для Оли. Я вообразил сестру. Счастливую. Как те девочки. Получающие приз от... Супанева. В телепередаче «Звёздный час». Что такое Супанева? Иванушки Интернешн. Её кружат в танце известные певцы. Может даже это новая популярная группа Иванушки Интернешн. Так вот. Сергей Суп... А, советский, российский телеведущий всё поняли. Мама с папой обнимаются. В Остаткинском павильоне. А потом мы всей семьёй едем в Диснейленд. Эхей. Так, Полина, Алиса. Чё у нас здесь по глазу? Осмотрим. На подоконнике кто-то оставил сменную обувь. Пару потёртил. Шанхаев. Судя по размеру, они явно принадлежали мальчику моего возраста. Дальше чё? Хочешь узнать, кто дурак? Переверни меня. Готов поспорить с обратной стороны такая же... Острота. Интересно, долго бы Семён крутил такую бумажку, попадись она ему в руки. Да он по жизни бы крутил её. Так. Брошенное кем-то цинковое ведро с притаившимся на дне тряпкой было до краёв наполнено мутной канализационной водой. От него исходил какой-то химический слоноватый смрад. Причём с такой страшной силой, что меня затошнило. Я отшатнулся про себя, умоляясь избежать участи с дежурного. Понятно, так. Алиса у нас вон на окне появилась. Полина скрипка. Так. Ну, с Полиной нам не факт, что светит, потому что бамбы нас могут использовать. Это они любят. Алиса, Алиса, Алиса нам конфетки хотя бы сдала. И нам интересно, есть ли у неё хвост. И дилда. Застегнув рюкзак, я сбежал вниз по ступенькам. А может потом успеем за Полиной. Так, ладно. Школьный двор. Снова оценил обстановку во дворе. Уже через окна вестибюля. Никого подозрительного. Входные двери скрипнули. Звук напомнил музыку из дриллера. Такая высокая нота. Предшествующая напряжённую сцену. Я шустро обогнал школу, стараясь не попасться никому на глаза. Так. Из школьной столовки пахло выпечкой. И жённым сахаром. Так, я замер, увидев силуэт в окне второго этажа. Наверное, это Полина. Чуть склонив голову, скользила смычком по скрипке. Жаль, мелодию не слышно. Да и Полина просто. Тёмный обриз. Рисунок на жёлтом листе окна. Не хотя я подошёл, я пошёл дальше. Цой жив. Страх, побег, правда. Здесь был Бяша. Чё за Бяша? Чё за мудотвор там стоит? Белочка. Ай-яй-яй-яй-яй. Чё там, блин? История. История, а мы одну упустили. Так. На школьном стадионе верёвочная сетка футбольных ворот вздувалась, я подала. Нехотя я пошёл дальше. Где-то неподалёку шумел невидимый трактор, спугнувший стайл каркивающих воронов. О, а там сатанистский символ или чё это? А разве Цой? Ну, Цой же жив, если это Советский Союз. Или когда он умер? Я не в курсе. Если кто в курсе, напишите в комментариях, в какое время умер Цой, в каких конкретно годах. Было бы очень интересно узнать. И вообще, есть ли тут те, кто слушают Цоя, тоже такой интересный. Звук мотора напомнил рёв голодных зверей, гонавшихся за мной по снежным пустошам. Вновь вспомнилась эта странная Алиса со своей маской. Сейчас при свете дня было очень трудно поверить в её существование. Как она там сказала? На заднем дворе, возле повешенного. Что за ерунда? Какого ещё? Чё ты думал, да? Извините. Силуэт скрылся за углом. И зашагал вглубь школьного тупичка. Следом за ним растаял сигаретный дым. Это был кто-то из взрослых. Может, учитель. Ладно. Вот этот вот, что ли? О, белочка. Вон лесная белка. Задорно. Лузгает. Семечки. Видать, кто-то из учеников её прикормил. Надо же. Вот повешенный. Я посмотрел на стену. Над просломленной полосой был нарисован пляшущий в петле человек. Кто-то играл здесь. Виселицо. Вокруг человека. Каракули. Побег. Страх. Правда. Ближе, мой сладкий. Ого, вот и Алиса. Я не сразу понял, откуда звук. Взгляд заметался по бездомному закутку. На затворках школы по окнам. Отражающим солнечный свет по снегу. А если я не хочу? Если я не хочу проверять? Я хочу белочку прикормить, но не хочу проверять. А, кстати, что за шприц? Что там химичили? Наркоманы какие-то, что ли? Один из сугробов задрожал, словно вулкан перед издражением. Иди ты ж ты нахуй. Сука, не пугай так. Не успел я помниться, как белая корка лопнула. И из-под снега выпрыгнула лиса. Да, она грациозно поклонилась. Наслаждаясь произведенным эффектом, снежок серебрился на ее шубке. Я не представлял, что в мыслях о хвостатых девочках могут быть такими. Даже не знаю, с чем ее сравнить. Заразным, ядовитым сладким. Отпор не дал. Сердце потерял. А она хихикала так задорно, что я невольно заулыбался. Пиздача, я слышно. Резво, зачерпнув кость снега, я скатал снежок и зарядил им в лису. Она попыталась увернуться, но было поздно. Сторяд угодил ей в плечо. Ох ты ж, гадкий мальчишка! Сама начала. Да, вот такое я. В смысле? Лиса плавно отрепнула, вооружилась. Ты хитер, да мы хитрей. Ловок ты, да мы ловчей. Ха! Ответный стежок прочертил дугу между заснеженным двором и вороньем, решающей над нами. Я хотел пригнуться, но позгрузнулся и упал на колени. А пока поднимался, снег прилетел прямо в лицо. Опалил холодом и щеки. Ай, глазам больно. От досады я выругался на всю улицу. Ёбаный в рот! Блять! Словечко из песни. Сектор газа. Скосеть, что я слушал тайком от родителей. Ох, какой хулиган. Сектор газа. Кстати, вот не раз не слышал Сектор газа. Есть народ, который слушал Сектор газа? Так, советская и российская рок-группа, игравшая в стиле колхозного панка. И основанная вокалистом и автором песни Юрия. Клинским. Юра Хой. Зачастую использовалась западная музыка. В своих произведениях большинство, большее количество матерных слов из сказочных сюжетов Хой предположительно умер от передозировки наркотиками. Понятно, вот этот кусок наркотиков это отсылка к нему, так? Ладно, пожалуй. На этом закончим. И продолжим в следующем выпуске. Всем огромное спасибо за просмотр. Ждем продолжения. Субтитры сделал DimaTorzok